Всем привет, друзья! С вами Болтарез. Вот мы и прибыли к информатору. Пойдемте же его и найдем. Заберем информацию, вернемся в наш штаб. Естественно, это будет все не так. Не все так просто. Наверняка нас схватит полиция или будет что-то такое. Это был очень надежный способ. Еще там говорилось что-то о голубях. Что-то говорилось о голубях. Все понятно. Это квартира? Серьезно? Давайте потрогаем ее, я не знаю. Может быть она откроется. Нам нужно вообще в пятую квартиру... Кто там? 100 грамм! Нам нужно, наверное, попасть на второй этаж, потому что квартира номер 5 у информатора, а я здесь ее не вижу. Велосипед. Можно на нем покататься? Нет. Аэрокар для меня предпочтительнее. Да ты попробуй, тебе понравится. Вон какой охуенный четырехколесный. Хорошо, это что такое? Устроится для терморегулировки воздуха в здании. Красный индикатор говорит о том, что оно отключено. Скорее всего, из-за ненадобности. Окей, меня это устраивает. Значит, там не придется его включать. Поднимаемся на второй этаж. Так, а что это такое здесь? Это и здесь пятая квартира, ну-ка. Полицейские опечатали квартиру. Да, это пятая квартира. Видимо, связного разоплачили. Ну, как бы и хер с ним. Я могу попробовать срезать замок и заком. Но тогда сработает тревога, и меня обнаружили. Мне вообще самое главное найти диск. Найдите другой способ попасть внутрь. А что, если, допустим, отключить эту самую тревогу? Какие есть вообще еще варианты попасть в ту самую квартиру? Через окно. Ну, я не знаю, если бы мы были каким-нибудь роботом-спортсменом, то да. Что он делает? А, то есть этот тебе понравился велосипед, да? Несмотря на наушный прогресс, люди отдавали предпочтение примитивным транспортным средствам. То есть маленький четырехколесный... Ну, я тебя понял, блядь. Хорошо. Что это за бочка? А, это урны, что ли? Есть какое-то маслянистое пятно. А если, подождите, я просто попробую его дернуть. Это как-то поможет, нет? Это вентиляция. Это пневматический замок. Его невозможно вскрыть без специального оборудования. Нужно найти другой способ попасть внутрь. Другой способ, окей, я понял. Вот вентиляция, по ней мы можем проползти? Это уже хер. Газ. У нас с тобой, робот, одна задача пройти эту игру. Поэтому давай не мороси и делай то, что я тебе говорю. А серьезно? А что бы не поставить, допустим, этот баллон с газом, ебануть его? Взрыв. Взрыв газового баллона, что такое бывает. Блять, ну это определенно как-то связано с вот этой вот херотенью. Может, нам нужно его включить, и тогда, я не знаю, как-то там... Перестанет что-то работать наверху, нет? Зайдем сюда. А кто говорит? У нас наебывает. Нет, ребят, мне все-таки кажется, что прохождение как-то связано с этим велосипедом. Нет. Ну хорошо, ну смотрите, я здесь вообще абсолютно во все... А это лучше какое? Красная табличка говорит о том, что помещение обесточено никем не используется. Пошли, сходим. Нет, нельзя. Хорошо, тогда мы выходим на улицу, и, наверное, придется лезть нам через окно. Да, как по-другому, никак. Вот, смотрите, там уже вижу лестницу. Ну-ка. Пробуем. Каменный блок. Зачем не обломок бетона? Бесполезный предмет. Можно, в принципе, его взять, и, я не знаю, вот, ебануть по этому щитку. Максимальная мощность тока 1,21 гигаватт. А не дохренали? Сейчас не время изучать задержимое тербаков. Мои приоритеты изменились. Серьезно? Серьезно? Мы, наверное, проникнем в квартиру, поймем, что там ни хера нет, и потом уже, наверное, будем рыться в мусоре. Хотя тоже не факт. Окей. Нам нужно что-то, чем можно зацепить лестницу. Нам нужно что-то длинное. Емкость для хранения жидкого топлива, которое было запрещено к использованию еще... Блядь, это называется канистра, долбоюб. Если бы мои приоритеты не изменились, я бы обязательно разобрал этот древний автомобиль на полезные запчасти. Но сейчас мне это ни к чему. К тому же использовать резерв для этой цели не рационально, так как он может повредить детали. Ну, вырви его просто. Может быть, там мы найдем какую-то палку. Похоже на эту устаревшую машину. Пало что-то тяжелое. Придумайте, как опустить лестницу. Наш робот немножко ебанутый. Если бы он сразу вообще брал все, что мы находим, было бы намного проще. Ну, окей, давайте, я не знаю, теперь пороемся в мусоре. Теперь ты будешь этим заниматься? Какие приоритеты? Почему не время сейчас ковыряться в мусоре? Может быть, там мы найдем палку? Ну, а чем я должен ее подцеплять? Ну, не знаю, камень. Зачем мне обломок бетона? Не знаю. Это полезный предмет. Подставь, встань на него, блядь, и попробуй запрыгнуть. Слишком высоко. А если я просто на него посмотрю? Забросить лестницу. Здесь нет абсолютно нихуя, ребят. Ничего такого, что могло бы мне помочь. Давайте посмотрим на наши автомобили. Если бы не был транспорта ранее, он бы существенно закономил мне время. Все ясно. А что? А куда? На улицу я выйти не могу. Капот мы вскрывать не собираемся. Я попробую зайти внутрь. Может быть, теперь я могу с чем-то повзаимодействовать здесь? Может быть, здесь будет какой-то предмет. Но я не знаю, здесь из предметов только два велосипеда. Возьми велосипед, ты заебал. Нет. Сука. Так, наверху. Что наверху? Наверху большой красный велик. И баллон с газом. Хотя, может быть, сейчас мы сможем в мусоре здесь поковыряться. Наверное, я мог бы найти здесь много полезных. Но опять же не время, да? Люди породы, да? Возьми велик. Возьми велосипед, я тебе сказал. Думаю, конструкция этого велосипеда не выдержит мой вес. Возьми раму от него. Нам нужно лестницу каким-то хером зацепить. Дружище. Ты вообще не хочешь со мной сотрудничать? Видимо, связанного разоплачили. Пусто. И здесь тоже нет. Ха-ро-шо. А кто это у нас тут спрятался? Сука. Я, блядь, бегал, наверное, минут пять искал. Что же я здесь упустил? Оказывается, ребята, здесь прихонырилась какая-то труба, которую, видимо, мы сейчас срежем. Последний заинтерес, как на кормную решетку. Кроме того, эта труба не выглядит прочной. Можно попробовать бы ломтируем как-то иначе. То есть, что ты, блядь, ее сейчас еще и выпиливать, что ли, не будешь? Ну, давай тогда руками тяни. Мне не удалось соединить трубу руками. Нужно найти что-то тяжелое и попытаться ее вылазить. Что-то тяжелое. Сейчас я тебе, блядь, дам что-то тяжелое. Давайте сходим к мусорке и возьмем, наверное, этот камень здоровый валун. Теперь-то он покажется тебе полезным, Арти. Ну, явно не канистра. Вот то, что мне необходимо. Берем. Зачем мне обломок бетона? Бесполезный предмет. Ты что, блядь, издеваешься надо мной, что ли? Обломок бетона. А, куском кирпича можно, ну окей. Что тебе не понравился обломок бетона? Мне кажется, что бетон всяко попрочнее будет и поэффективней. Куда этот долбоеб бежит? Я на В, я четко нажимаю на W, ребят. Вот, вот сейчас он развернулся. Ну тупые эти роботы, ну пиздец. Окей, я выламываю трубу и полагаю, что именно трубой мы будем цеплять лестницу. Вот, замечательно. Можно применить. Вероятно, я смогу выламывать эту трубу с помощью кирпича. Да давай-давай уже, пробуй. Это редкий случай, когда грубая сила эффективнее, чем наука. Все, нажимаю на F. Это не похоже на воду, ребят, из-под крана, которую мы пьем и в которой мы моемся. Это очень похоже на канализацию. Ну и теперь все говно растекается по первому этажу. Это не мы, ребята, уходим, никто не видел. Надеюсь, что здесь камер нет. Блядь, если вообще труба не для этого нужна была... Я не знаю, что тогда нам нужно будет делать. А нет, смотрите-ка. Ну, я как бы понимаю, я человек адекватный. Я вижу, что ты не можешь до нее дотянуться, еблан. Потому что нужно подвинуть бетонный блок. Может быть, я смогу встать на этот обломок и дотянуться до вестницы. Ой, блядь. Вот у меня вопрос. А почему, когда мы не нашли еще эту самую трубу, почему мы не могли в тот момент пододвинуть этот каменный блок и попробовать с него хотя бы запрыгнуть? Что, блядь, за скрипты какие-то? Окей, полезли. Куе, куе. И таким образом робот шагает. А вот и плазменный резачок нам пригодился. Ну что ж, давайте посмотрим, где тут диск лежит, что за информацией обладал этот информатор. Еще интересненького, полезненького мы здесь можем найти. Компьютер вижу. Ага. Будем надеяться, что он не запаролен. Хотя, если здесь дверь... Кажется, полицейские меня не заметили. Если дверь здесь опечатана, здесь были уже мусора, мне кажется, они все уже здесь забрали. Какое-то письмо, фотка. Ну давай садимся за курицу. Можно в интерком есть ценная информация, которая поможет мне найти диск данных. Да-да-да, скорее всего, а так оно и будет. Звонки, почта. Идем в почту. Флетчер 404. Пусто. Почему ты не выходишь на связь? Все в порядке. Чтобы не рисковать, я перемещу группу, буду ждать тебя в ядре. Я установил дополнительную защиту. Проверь картину. Проверь картину. Хорошо. Даниэл. Мой дорогой друг, пожалуйста, примите мои извинения за отправку вам этого письма. Без вашего согласия. Моя имя является достопочтенный господин Даниэль, не имея любой придумать требовать свои деньги, если его невостребованных волю быть переданы в государственную казну банка. Так я приглашаю вас совершить сделку, где мы сможем способствовать передаче этого фонда. 40% к вам, как ваш процент. Если вы согласны с моим предложением, дальнейшие детали передачи будут отправлены вам. Пожалуйста, я призываю вас, чтобы отправить мне свой личный адрес электронной почты. Жду вашего ответа как можно скорее с уважением, Даниэль. Это, блядь, что за переводчик? Ага, UEC. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Примечание к выпуску. Оптимизация системы стабилизации при низком заряде батареи. Добавлено функции ежедневной очистки лог-файлов. Так, в сети 12G. Ничего такого интересного я здесь не увидел. Никаких паролей. Примечание к выпуску. Ну и как бы здесь тоже все одно о том же. Хорошо, звонки. Пусто. Никто нам не звонил. Не знаю. Хорошо, давай сделаем это. Все удаляем. Все. Прекрасно. Пестик. Почему бы и нет. Припасы для этого оружия давно не производятся. Поэтому оно бесполезно. Разбирать его тоже не имеет смысла. Его конструкция слишком примитивна. Полицейский жетон. Ну как бы да. Проживал здесь детектив. Можно посмотреть на фотку. А это у нас... Пит, они схватили мою жену и дочь, пока мы искали припасы. Понятия не имею, где они теперь и что с ними. Вышел всего на 5 минут, а когда вернулся, увидел, как их уводят в полицейский кар. Какой же я идиот. Я просто стоял за углом и наблюдал, как трус. Не могу простить себя за это. И больше не могу быть здесь с вами, Питер. Ты всегда помогал нам с Ритой. Спасибо тебе за все. Позаботься о группе, а я должен отыскать свою семью, чего бы мне это ни стоило. Вот так. Здесь нет ничего полезного. Спасибо, капитан. Это зарядное, да? Уровню моего заряда хватит еще на 21 час. Он составляет 87%. Зарядиться от полицейской док-станции в любом случае не получится. Да и мне кажется, что они все прочипированы. Если мы здесь будем заряжаться, нас вычислят. Похоже, это какой-то контейнер. А в нем что-нибудь есть? Нет? Мне почему-то высвечивается наш интерком. Может быть, нам стоит связаться. Хотя нет, вот она картина. А за картиной? Ага. Сейф. Вероятно, то, что я еще и находится внутри. Да, по-любому так оно и есть. Ну, естественно, мы связываемся. Я пошел в тупик. Нужно связаться с Грегори и решить, что делать дальше. Потому что вряд ли мы его просто так сможем открыть. Грегори, алло. Грегори, прием. Я на месте. Как обстановка? Вам удалось проникнуть в квартиру? Да, я на месте. Да, 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 да. Все прошло без проблем. В смысле здесь кто-то уже был? Как бы здесь все опечатано. Были трудности, но не будем об этом говорить. Все прошло без проблем. Пускай считают нас крутым пацаном. Крутым роботом. Я проник в квартиру по пожарной лестнице и осматриваю помещение. Понятно. Вам удалось что-то найти. Возможно, диск все еще здесь. Я нашел потайной сейф, который не был вскрыт полицией, но не знаю, как его открыть. Подключу Ника, он поможет взломать сейф. Удалось обнаружить что-то еще. На интеркоме я вдвою увидел сообщение, которое пришло меньше суток назад. Видимо, уже после того, как полиция обыскала квартиру, потому что оно не было прочитано. Из сообщения следует, что у нашего информатора была назначена встреча в неком ядре. Ядро? Сейчас проверю. В 12 километрах от вас есть заброшенный бар с таким названием. Высылаю координаты. Если вы не обнаружите данные, здесь придется проверить, что там. Понял? Окей. Я все понял. Хорошо. Только будьте предельно осторожны. Сообщение может оказаться ловушкой. Но сначала займитесь сейфом. Подключаю Ника. Он вам поможет взломать сейфа. Мне кажется, что сейф мы будем открывать в какой-то мини-игре, наверное. Артли, дай он. Поднись. Открутите ваш интерком ближе к сейфу, чтобы я мог подключиться к нему. Хорошо. Потому что никаких цифр, никаких паролей мы здесь не видели. Все, поднялся. Все возле сейфа. Хорошо. Устанавливаю соединение. Подключено. Сейф очень старой модели. Я уже нашел в интернете информацию. Сейчас, наверное, какой-нибудь минер будет. Ищите. Нужно произвести заводской сброс. Готово. Сейф скенерировал новый пароль. Я перехватил его. Но он зашифрован. И что делать? Использован криптографический тип шифрования. Его нельзя сломать удаленно. Блядь, братан, ты можешь быть проще? Программу, которая поможет вам подобрать пароль. Переставляйте элементы на экране сейфа, используя подсказки на табло интеркома. Готово. Можете приступать. Арти, я прерываю разговор. Тот и пытается забили... Все, все, едино. Я никогда не занимался зломом. Придется рассчитывать только на себя. Так что, цифра 3. Цифра 8. Цифра 8. И что? Первая цифра 8. А, нет, подождите. Здесь, получается, могут быть, наверное, любые цифры. Только мы должны выставить что-то. Мы должны что-то выставить. Из-за... Имеющихся, так скажем, деталей. Цифра 7 не получится. Потому что вверху нет у нас, ни хера. Так, вот здесь сошлось. Отлично. Это может быть, наверное, цифра 6. Или опять восьмерка. Да, еще одна цифра 8, окей. Да, вот здесь уже восьмерка, видите, никак не получится. Может быть... Цифра 2. Подождите, нихуя непонятно. Вверх сходится. Вверх у нас опять от восьмерки, но нет. Потому что третья деталька, она никак не сойдется. Единичка. Окей, хорошо. И осталось еще две цифры подобрать. Может ли это быть цифра 7? Нет, это может быть, скорее всего, 6. Или 4. Да, это будет точно четверка. А нет, хуй там. Четверки не будет. А так все хорошо начиналось. Так, 1, 7. Спокойно. Семерка, шестерки не будет. Четверки не будет. Вот здесь очень много на цифру 7. Вот так делаем. Ага, даже не 7, а 3 получается. Да. Это определенно будет цифра 3. А может и неопределенно. Вот так. Сука, запутать мне хотела. И последняя цифра может быть 8. Потому что, смотрите, первые очень даже неплохо подходят. 8. Нет, это не восьмерка. Потому что слишком много восьмерочек было бы. Или все-таки 8. А, нет, 6. Это будет шестерка, ребят. Все вырисовывается. Замечательно. Не так уж и долго я здесь ковырялся, на самом деле. Ключ. Вместо диска у нас есть старый, ржавый, но красивый ключ. Как я и предполагал, диска данных внутри не оказалось. Но, видимо, я нашел ключ, о котором говорилось в письме. Придется рискнуть отправиться в бар Ядрова. Может быть, там мне удастся найти что-то. Может быть, в этом самом баре... Сейф есть. Не поверишь, что я своими глазами видел, как чертов робот угнал аэрока. Не понимаю, как вообще робот может сделать такое. Может быть, в башке что-то коротнуло. Слушай, выключи автоматические обновления у Джеффа на всякий случай. Вдруг это какой-то баг. Лучше перестраховаться. Взбунтовались роботы. Ну окей, хуй, мы тогда выходим. Можно выходить. Здесь я больше ничего не могу. Поэтому выходим и отправляемся в бар. Интересно, какие у них сейчас процессоры. Если они их вообще производят. Какой-нибудь Core i99-00. И еще один велосипед. Может быть, ты на нем хотя бы покатаешься? Нет? Арти. Арти у нас вообще не спортсмен ни разу. Даже на велике не хочет покататься. Пить и... И кутить. А че все закрылись-то? Нет, однако свечение функционирует. Хотя здание выглядит давно заброшенным. Странно. Паутина свисает с потолка. Ох, ребята, сейчас пойдем мы на сцену, как Дадим Року. Но это уже будет в следующей серии. Подписывайтесь на канал, комментируйте, ставьте лайки. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Добавил субтитры сделал DimaTorzok.